всем снова привет с вами гаврики сегодня мы едем кататься в лес расположенный за дарницким вагон ремонтным заводом вот там за моей спиной это выезд из киева я нахожусь на морской трассе еду вперед потом возле большой фабрики мы повернем направо и углубимся в лес вчера прошла гроза в лесу мокро много комаров поэтому обязательно нужно обработаться какими-то средствами иначе поездка не доставит никакого удовольствия я использую вот такое вот средство of extreme on на нем написано что он помогает не только от комаров и и от клещей тоже поскольку сейчас середина мая то проблема клещей принципе тоже актуальна это киевская птицефабрика которая расположена между киевом и броварами именно возле этой фабрики находится поворот с броварской трассы поворот в лес судя по карте дорога по которой я сейчас еду заходит достаточно глубоко в быковнянский лес поэтому пока будет более-менее хорошее покрытие я буду ехать по ней чтобы не тратить зря время и силы на преодоление плохой дороги в лесу вообще конечная цель моего путешествия находится недалеко от дверзе там есть одно неплохое место которое я увидел со спутника и я хочу его рассмотреть примерно в конце дороги который отмечен на карте я обнаружил группу строений и достаточно много людей которые принимают алкогольные напитки да поэтому я немножко сторону свернул о другой дороге но у меня есть не очень хорошее предчувствие что по этой дороге далеко я не проеду ну собственно вот так оно и вышло вот с этого места дорога на карте уже не обозначается я приехал вот оттуда на самом деле там даже есть остановка автобуса когда заканчивается асфальтированная дорога начинается вот такая вот лесная грунтовочка поскольку недавно был дождь то пыль и песок на дороге немножко прибиты они чуть-чуть более вязки и ехать принципе можно хотя не очень комфортно а вот наконец и водичка на карте он обозначен как ручей пляховой который идет лесного озера есть более грязные участки заросшие есть чуть чуть более чистые и конечно вот следы цивилизации теперь основной интересной задачей становится найти способ как-то перебраться на другую сторону потому что вообще-то моя цель там я проехал достаточно долго по дороге которая должна привести меня к железнодорожному полотну и там я надеюсь все таки найти путь чтобы перебраться через воду а пока я останется отдохнуть и хочу обратить внимание на одну любопытную особенность дорога по которой я еду является фактически границей вот вы видите слева хвойный лес хвойный лес и возвышенности такие небольшие холмики а справа лиственный лес практически густая и очень трудно проходимая чаще с буквально очень редкими включениями хвойных деревьев разделение вот как раз граница между этими двумя типами леса находится именно на той дороге по которой я еду такая хорошая дорога здесь только одна она песчаная в здесь песок на сейчас он мокрый поэтому ехать в принципе можно как я уже говорил сворачивать главные дороги в общем-то нет смысла но я увидел один интересный объект и не смог удержаться так вот какая-то конструкция разведена между деревьев подпиленная сломанная недалеко отсюда я могу слышать шум двигателя возможно там есть какие-то машины хотя автомобильных дорог в этой части леса судя по карте нет ну что ж чуть дальше по дороге видите нам за деревьями какие-то искусственные сооружения небольшие из бревен здесь это то что привлекло мое внимание находится вот такой небольшой то ли дровяной сарай то ли лежанка хух кстати берегитесь паутины такая вот лежаночка очевидно для отдыха в лесу и возможно просто какая-то хозяйственная постройка вообще хочу сказать что здесь очень красивый лес очень интересный рельеф холмы и лес достаточно густой но поскольку он хвойный ведь он неплохо просматривается здесь действительно красивые виды вот ну а благодаря тому что земля достаточно ровная принципе как такового полного бездорожья здесь нет и в любой момент нужно свернуть с накатанных каких-то тропинок поискать место которое вам будет больше нравится ну а мне пора дальше ну и не прошло 10 минут я собственно нашел то что искал это брод через ручей довольно интересной конструкции просто навалены трубы вот с обоих сторон можно видеть просто навалены трубы а потом видимо со временем заросли землей вода вода на удивление чистая хотя ручей очень мелкий есть и много растительности конечно ужасное количество насекомых но тем не менее место вполне приятное и так и так и так наверное сложно понять мою радость по поводу этой железной дороги но хочу сказать что буквально малюсенький кусочек вот этой лесной дороги от брода до вот этого места проходит по отвратительной заболоченной низине в которой неимоверно много комаров и хотя офф экстрим достаточно неплохо с ними справляется во всяком случае ну возможно процентов 5 или 7 комаров из тех кто летали вокруг меня реально отважились сесть но честно говоря и этого с головой хватило вдоль железной дороги ехать легко ехать приятно здесь открытая местность здесь здесь нет комаров здесь легко держать направление но все что легко обычно не интересно тем более что моя цель лежит дальше честно говоря вот этот кусок дороги это практически один один сплошной песок я проехал наверное от силы 2 или 3 километра но это очень изматывающее занятие а вообще конечно вдоль железной дороги ехать по своему интересно прямая очень далеко впереди я вижу каких-то людей которые гуляют вдоль железнодорожного полотна именно туда я направлюсь вдоль железнодорожных путей я какое-то время ехал совершенно спокойно никого не трогая но вдруг вот эта вот маленькая тварь вот она сидит она меня прилично напугала честно поскольку я не слишком хорошо разбираюсь животном мире хрен знает что это за змея это может быть безобидный уж или какая-нибудь ядовитая тварь вот но самое печальное что я ее чуть не задавил велосипедом мне ее даже немного жалко у меня есть смутное подозрение что эта хрень либо сдохла либо она пластмассовая сначала дохлая змея на дороге а теперь вот эта стремная труба вот эта стремная труба которая проходит под железнодорожной колеей дело в том что мне все равно нужно перебираться на ту сторону почему бы не сделать это с помощью этого прохода здесь здесь темно здесь сильное эхо мокрый пол куча насекомых но учитывая насколько я люблю подобные места можно сказать что мне даже повезло и вот мы на противоположной стороне дорога по этой части леса немножко попроще и вот я добрался до отличного ориентира который замечательно видно даже спутниковой карты это большая просека под линию электропередач я еду вот в ту сторону мимо этого столба разметочного приехал я вот оттуда честно говоря судя по дпс у я еду немножко не в ту сторону но к сожалению здесь лес совсем не такой как на противоположной стороне железнодорожного полотна вот там где вам показывал деревянные строения там можно ехать даже когда нет хорошей дороги а здесь чаще для велосипедиста непроходимая поэтому приходится искать искать и смотреть как же можно проехать проехав немножко дальше в сторону озера которое я ищу я наткнулся на вот такую вот любопытную локацию целый кусок леса деревья спилены земля распахана вот какие-то остатки еще не вывезенных деревьев очевидно имела место какая-то возможно незаконная вырубка поисках озера куда я пытаюсь добраться я заметил вот такой вот муравейник с неимоверно огромными муравьями блин это самые огромные муравьи которых я когда-либо видел в своей жизни фу я лучше пойду отсюда иногда дорога преподносит и вот такие вот лесные сюрпризы дерево поперек дороги короче озеро я нашел но честно говоря пришлось одеть куртку хотя на улице и достаточно жарко потому что количество комаров которое живет здесь это это нечто невообразимое собственно говоря озеро это слишком громко сказано на самом деле это маленькое болото в общем то ничего другого и не следовало ожидать что когда я рассматривал спутниковую карту я видел что здесь место не самое привлекательное поэтому выводы пока что я могу сделать следующее это место идеально подходит тем кто хочет уединения потому что в здравом уме сюда никто в жизни не придет это катастрофически некомфортное место что сказать я снова выбрался на дорогу поэтому можно наконец-то снять куртку потому что в лесу на самом деле очень жарко здесь немножко полегче немножко полегче ситуация с комарами но к сожалению хотя хотя цель моего путешествия достигнута хорошее место я так и не нашел поскольку то место по определению не может быть хорошим так у меня есть вот такая вот печка сделанная из нержавеющей кастрюли такая вот специальная печка для походов очень тонкая нержавейка это кастрюля с обычного хозяйственного рынка тоненькая нержавейка в дне нарезаны пазы болгаркой потом полоски оставшегося металла я немножко загнул чтобы лучше проходил воздух а с одного края печки оставил дно непрорезанным как раз напротив отверстия для загрузки топлива вот в этом месте будут оставаться горячие угли таким образом печка будет долго держать жар конструкция эта придумана не мной я посмотрел ее в интернете и просто повторил к этой вот печке есть такой котелок который туда практически идеально внутрь становится ну разумеется кипятится он немножко поднятым над огнем чтобы был проход воздуха для этого сделаны вот такие вот отверстия в эти отверстия я вставляю проволочки в данном случае это велосипедные спицы из нержавеющей стали тоже они были у меня под рукой таким образом крест на крест вставляются эти проволочки и ставится над огнем котелок все это складывается в одну конструкцию для того чтобы было удобнее обращаться с огнем я сделал еще вот такие вот две маленькие кочерги разумеется у меня есть с собой топор а что еще касательно печки она устанавливается не прямо на землю а на три вот такие обрезки от консервных банок для того чтобы был проход воздуха снизу и для того чтобы не так сильно горела земля теперь самое время заполнить ее топливом и я покажу как она будет разгораться а если она будет работать таким образом я заполнил ее топливом внизу там немножечко газеты а сверху много сухой коры и мелких веток когда огонь немножко разгорится вот я нарубил немного дров в основном это лиственные породы деревьев вот этот кусочек вот этот кусочек они были очень плотные было тяжело колоть надеюсь что это какая-нибудь хорошая древесина вроде бы дуба или короче какая-то плотная древесина и она потом даст много жара когда разгорится хочу отметить что это третья конструкция моей печки первые две были не совсем удачными я надеюсь что хотя бы это меня не подведет а еще должен отметить что я делаю это третий или четвертый раз в жизни и может вообще ничего не получится зажигалка каким-нибудь кусочком дерева лучше подпереть дверцу чтобы она не падала ну вот теперь мы увидим что из этого получится бумага горит действительно хорошо она быстро разгорается и вполне возможно что все заработает когда немножко прогорит первая бумага я думаю что вот эту дверцу уже можно закрыть чтобы поток воздуха шел только через колосниковую решетку внизу теперь ждем что из этого выйдет вообще хвойный лес хорош тем что там всегда есть толстая кора сосновая даже после дождей она как правило сухая ее можно использовать в качестве топлива и кстати это я только в интернете прочитал но в интернете не врут ну что ж честно говоря я думал что с первого с первой так сказать спички у меня вообще ничего не получится но как видим эта печка пока что оправдывает ожидания горение хорошее горение стабильное она потребляет в общем то не очень хорошее топливо как для костра и горит на нем вполне неплохо для эстетов можно сделать таким образом сейчас можно посмотреть вот туда в самую топку в топке горит огонь когда топливо немножко прогорело можно уже поставить котелок я вставил проволочки на которых он держится и собственно сам котелок котелок это обычно алюминиевая кастрюля тоже с хозяйственного рынка единственное что я приделал к ней вот такую вот ручку из стального троса она мягкая она легкая достаточно удобная ну и не боится огня она вставлена в отверстие так что при любом положении котелка она не проваливается вниз в огонь кстати еще одна вещь очень полезная в походе это вот такие совершенно обыкновенные хозяйственные нитяные перчатки что ими можно вот так вот аккуратно брать горячее ну что ж вот мы видим да вода уже начинает немного закипать я налью немножко больше неимоверная важная вещь для походного котелка это как ни странно крышка потому что она во первых сохраняет тепло а во вторых не дает грязи попасть внутрь потому что оперирование с дровами с огнем костром это всегда довольно таки грязная работа ну а в печке тем временем у нас жарко видны угольки на самом деле у меня две кочерги потому что большинство всяких вещей гораздо удобнее делать двумя руками чем одной например одной рукой можно поддерживать открытой крышку печи а второй аккуратно помешать внутри топлива чтобы немножко более интенсивно пошло горение теперь крышку можно закрывать возможно уже слышно что вода в котелке немного шумит а прошло в общем то около трех или четырех минут я думаю что максимум в пределах десяти минут пол литра воды уже закипят до кучи скажу пару слов о конструкциях походных печек дело в том что раньше я сделал еще две версии складных походных печек одну очень легкую и вы можете прочитать у меня на сайте о ней вторую чуть потяжелее на сайте нет подробного описания но в принципе она ничем существенно не отличается а вот эта печка фактически это мой первый опыт изготовления походных печек не складных вот и обусловлено это в основном материалом дело в том что достать листовую нержавейку не так уж легко а вот нержавеющая кастрюля это очень просто она очень легкая она неимоверно прочная и самое главное соображение в том что поскольку котелок то все равно не складной то когда размеры котелка и печки подобраны хорошо друг другу место в рюкзаке в сложенном виде они занимают очень немного я имею ввиду не намного больше того сколько занимает котелок сам по себе кстати говоря в котелке уже происходит бурное кипение открываем кочергой крышку бросаем туда пакетик чая закрываем когда начинается серьезное выделение дыма это значит что горение внутри неполное значит либо слишком мало воздуха либо некачественное топливо очень часто это решается простым перемешиванием топливо внутри печки чтобы зола прошла через колосниковую решетку вниз и открыла путь воздуху можно еще просто вот так вот осторожно постучать по дну печки и ситуация немного улучшается вовсю кипит вода варится чай вот таким образом честно говоря я потратил наверное три или четыре больших куска коры и пару буквально буквально парочку очень маленьких кусочков дерева я даже не дошел до основного запаса дров который я предполагал что для этого понадобится поэтому честно говоря я могу сказать что я вот этой конструкцией очень доволен спасибо автору благодаря тому что пламя и поток горячего воздуха равномерно охватывает котелок со всех сторон котелок как бы заглублен в печь на самом деле я могу заглубить его еще больше вы видите что проволочки вставлены в верхние отверстия но я думаю что ниже уже и не нужно кстати говоря за эти же отверстия можно печку кочергой вот так вот поддевать и когда у вас их две кроме того автор этой конструкции утверждал что благодаря прорезям в дне эту печку можно разжигать просто над горящим костром но дело в том что я нахожусь в лесничестве я не хочу здесь разводить костер единственное что мне катастрофически не понравилось это как раз вот эти вот спицы оказалось что они совершенно не держат жар хотя они вроде бы из хорошего металла но они ужасно гнутся под весом котелка из-за того что очевидно в огне снимается закалка с материала в общем это решение нужно зарабатывать все таки ручка котелка нагревается хотя и не так как могла бы но тем не менее достаточно серьезно нагревается а с помощью этой перчатки я легко беру котелок и снизу и сверху и за ручку правда ненадолго потому что все таки тепло проходит потом через перчатку но тем не менее добавить добавить сахарок поскольку я целый день ездил в достаточно тяжелых условиях я использую весь сахар в этом пакетике примерно 3 чайных ложки ну на здоровье а когда я снял котелок увидел только горячие угли и просто положил сверху дрова и вот вы видите уже идет интенсивный дым это значит дрова нагреваются и в принципе даже при отсутствии открытого пламени я думаю что через некоторое время дрова воспламенятся да ручка дверцы требует небольшой доработки а то она какая неудобная ну собственно вот после буквально очень непродолжительного раздувания мы видим уже открытое пламя внизу можно закрыть дверцу и сейчас пойдет очень интенсивное горение печка прошла испытания я рекомендую эту конструкцию к повторению и пожалуйста заходите ко мне на сайт читайте более подробную статью об этом там в конце обязательно будет ссылка на авторскую конструкцию поэтому можете его тоже поблагодарить я выехал из леса и это одна из последних моих остановок на пути к дому дорожное полотно уже видно что вокруг есть люди и действительно это станция лесничества на этом в принципе моя поездка практически закончена спасибо что посмотрели заходите ко мне на сайт субтитры there is man и удачи вам удачи вам удачи вам удачи вам удачи вам